Прозвучал специальный сигнал, и учитель английского языка сообщает ученикам, как нужно действовать. С помощью условных школьников баррикадируют дверь на случай, если в школу ворвался вооруженный преступник. Следующий сигнал – и вот учитель через ближайший выход выводит школьников на улицу. Так в 57-й школе отработали действия при возникновении ЧАЭС. Ведь в такой ситуации ученикам важно видеть подготовленного и спокойного педагога, на которого можно положиться. Навык грамотного поведения любого человека в ситуации всегда отрабатывается. Поэтому школа несколько раз в году с сотрудниками и с обучающимися проводит данные учения, эвакуации, для того, чтобы, если возникнет реальная ситуация, никто не растерялся. Такие учения по отработке действий при ЧАЭС прошли по всей России. В Самаре в образовательных учреждениях педагоги сначала посмотрели специальные фильмы и прослушали лекции, а затем полученные знания отрабатывали на практике. Каждое учреждение доложило, что теоретические занятия завершены, и им были направлены конкретная ситуация, отработка которой должна быть произведена в практической части. В данной школе, в 57-й, количество обучающихся более трех тысяч, поэтому мы посчитали важным посмотреть, как действует персонал в этом учреждении. В учениях принимали участие не только сотрудники школ, но и спецслужбы, которые должны были продемонстрировать оперативное реагирование на поступившие сообщения из учреждений. Такие проверки проведут и во время учебного года, уже с учениками, чтобы и они знали, как действовать в случае тревоги. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.